Привет всем, мои дорогие девочки! Сегодня смотрим то, что заказала я по 16 каталогу. Я вам показываю новинки. Уже что-то как-то гелие, все прочее, неинтересно. Значит, из 16 каталога мы с вами посмотрим новинки. Помада матовая, жидкая, на первых страницах представлена. Новогодняя такая. Вот, она у меня на губах одна из них. Так, следующая. У меня полностью вся линейка дистиллери. И туши, и помадки, и пудры, и тени. И новинки уже 17 каталога. Новый парфюм, гель. И вот такая линейка у нас тоже запускается. С планет спа, арома спа. И сейчас мы с вами все будем подробненько разглядывать, сводчить все как-нибудь. Так, что еще я хотела сказать? Извиняюсь, я, наверное, буду слегка, так скажем, обрезана. Но это не важно. Главное, посмотреть нам продукцию. Уж настраивала я, настраивала камеру. Ничего не получилось у меня. Итак, давайте по новинкам 16 каталога. Две матовые помады. Текс. Что у меня на губах? Сейчас я вам точно скажу, дабы не обманывать. Правда? Вот это я мазала-то, да. Вишневый металлик. Нет, вру. Куда ты смотришь, Ольга Николаевна? Почему здесь... А, господи, нашла. Винный металлик. Ребят, винный металлик. У меня на губах. Я думала, что он будет более, знаете, в коралл немного уходить. Но он такой прям яркий, терракоттовый. Что сказать по пузыречку? Вы знаете, вот сразу очень много дозированности он. Вот так. Помада жирненькая, мягенькая. Размазывается на губах просто шикарно. Никаких проплешин, ничего такого не будет. Посмотрите, какая прелесть. Вот. Наносится реально легко. На губах приятно. Допустим, с какими-то... Ну, с какими помадами? В принципе, наша матовая помада тоже хорошая. Но вот пока я уже где-то час нахожусь в данной помаде. Я бы не сказала, что она как-то сушит. Даже чувствуется увлажненность какая-то. Вот. Что еще про нее сказать? Оттенки яркие. Девчонки очень яркие оттенки. Давайте посмотрим второй. Второй я вам покажу оттенок. Так. Тут все металлик, металлик, плюм. Сливовый металлик, сливовый металлик. Ну, яркие, да, новогодние оттенки. А вот сейчас нормально досталось. Не слишком-то и много. Вот. Посмотрите, какая, да? Ну, опять же, как на губочки нанесете. Хотите пожирнее? Можно побольше. Хотите поменьше? Будет поменьше и не так насыщенно. Но все равно я думаю, что здесь оттенки все такие вот достаточно яркие. Хотя есть и бежевые, и вот нюдовый металлик тоже очень интересный. Но, к сожалению, у меня пока только для вас два оттенка. Но красивые, но два, но красивые. Не могу без юмора. Некоторые на меня обижаются. Вот. Ну, так как есть. Знаете, еще такой момент скажу. Я буквально с первого раза, можно сказать, подломала колпачок. Хотелось потуже закрыть, дабы, чтобы шоу ничего не высохло, да? И так хрясь, и он сразу тут в двух местах у меня треснул. Вот такая вот беда. В целом помада мне очень даже понравилась. Я могу ее рекомендовать. Работать с ней совершенно легко. На губках яркие, хорошие зимние оттенки. Поэтому, да, да. Далее. Давайте по дистиллере, да? По дистиллере? По дистиллере. Дистиллере, ребят, это эко-косметика, которая у нас в Эйвен. Ну, сразу хочу оговориться, потому что вопросы, конечно же, поступают. Недовольства какие-то такие прям выражаете. Ну, надо относиться ко всему адекватно. Дистиллере – это такая косметика, в которой максимально снижена вся химия. Максимально, чтобы можно было продавать, чтобы срок годности был хороший, да? Полностью натурально. Это только у вас дома. Когда вы вот взяли клубничку, там огурчик потаркали и потерли, вот это полностью натурально. Ну, невозможно сделать косметики, запихать в баночку и продавать полностью натурально. Оно там стухнет, извините меня, за несколько дней. Так, я вытру свотчи. Поэтому, все-таки, эта косметика, эко-косметика, она максимально натуральна. Допустим, если можно взять глицерин из нефти, а можно взять глицерин из выжимки из растений, дистилляция, да? Так вот, в этой косметике именно таким способом все и работает. Плюс минеральный СПФ в дневных кремах. Я уже начала говорить. Давайте по порядку. А то, а то, а то. Значит, вот такое вот очищающее средство. Так, так, мои друзья, как оно правильно называется? Оно так и называется. Очищающее средство для лица. Здесь содержится... Можно я буду подглядывать? Здесь содержится масло абрикоса, какао, манго, окуречный экстракт. Нет воды, спирта, силиконов, парабенах, минеральных, эфирных разных масел. И практически вся эта продукция, она не имеет аромата. Вот вообще ничем не пахнет. И тем не менее, вот эта очищалка, она мне настолько понравилась. Самое классное в ней, что берете буквально чуть-чуть с горошинку. Я планирую снять видео об своем уходе. Посмотрите конкретно. Ну, с горошинку, да? Ну, такую, с хорошую горошинку. С хорошую горошинку берете. На ручке располагаем эту горошинку, располагаем на ручках, вот так вот повозюкали, и потом на лицо. Знаете, грубо говоря, гидрофильное масло. Но здесь оно вот в таком вот твердом виде. Еще какой плюс этой очищающей субстанции, что ее можно наносить на глаза. Вот это очень круто. Я люблю средства, с которыми можно сразу смывать глаза, потому что это быстро, это удобно, это великолепно. Далее. После этого средства, представляете, можно обойтись без тоника. Вот это вот меня тоже прям вообще супер устраивает. Ну, тут уже смотрите сами, нужен тоник, не нужен. Мне очень понравилась эта вещь. Следующая, то есть кожу мы, допустим, очистили. Потом мы можем нанести вот это вот детокс масло. Здесь содержится у нас жожоба. Я не буду повторяться, во всей продукции нету этих силиконов, парабенов, воды. Воду зачем добавляют? Для объема. Здесь этого нету. И, девчонки, реально эта продукция очень экономна. Несмотря на свою цену, она экономно выходит. Так, детокс масла. Детокс масла, там находится масло жожоба. А масло жожоба воспринимается нашей кожей как родное. Поэтому. Здесь пипеточка. Вот. Вы знаете, сколько наносить? Здесь я вам совета не дам, вернее, дам совет. Поэкспериментируйте. Кому-то хватает одной капли. Капли достаточно, ну, такие большие. Вот мне на лицо и на шею, если на лицо и на шею, на область декольте, двух капель достаточно. Ну, наверное, потому что сейчас моя кожа уже более такая подпитана всем. Ей хватает. Пробуйте. Кроме как поставить эксперимент на самой себе, ничего другого. Ну, никто вам не даст совет, конкретно сколько там капель этого масла используют. Масло суперенное. От него никакой жирности впитывается за 30 секунд. Вот такое. Следующее. Допустим, мы дальше наносим дневной крем. Дневной крем выглядит вот так вот. Все прям супер. Когда ты его наносишь, кажется, что он какой-то плотный, возможно, даже жирный, но это не так. Опять же, замечательно впитывается кожей и не оставляет ни жирной пленки. Не знаю, ну вот как-то не забито степор. Все великолепно. Вот если все так сделать, я уже пробовала, да, потом наносим декоративную косметику, и все как бы великолепно держится, все отлично. Дальше. Мы можем в этот крем, либо в ночной, так, в тушь взяла, добавлять витамин С. Теперь, ну, прям как берем, да, берем крем, сколько нам нужно, открываем наш витаминчик, он такой вот бустер, и здесь маленькая дындочка. Этой дындочкой мы сыпем, вот смотрите, да, допустим, одного, много, одного, вот если один раз хорошо сыпанули, то, в принципе, достаточно. Вот такая вот субстанция, в крем, да, вот это вот все дело в крем, ой, какая прелесть, в ладошках сделали и нанесли на свое лицо. Вот, витамин С для чего нужен? Для выработки коллагена, билуроновой кислоты, классная штукенция, сейчас, конечно, прогресс у нас в витамине С, он стабильный. Этот витамин С обязательно нужно добавлять в что-то водное, в какие-то крема, да, иначе по-другому он не работает. Когда я его получила, я, ну, вообще думала, что будет маленький такой фунфырик, витамин С, я думаю, мало положит, нет, здесь всего достаточно, хотя 5 грамм по весу. Бутылка-то сама тяжелая, потому что здесь все стекло, но, слушайте, его хватит, черт знает на сколько, потому что его действительно много, ну вот, да, вот если в ладошки смотреть, его много. Следующая продукция из линейки дистиллери уходовая, имею в виду, это вот такой вот ночной гель, посмотрите, какой он полупрозрачный, не полупрозрачный, он полностью прозрачный. У нас буквально вчера был в центре Эвен мастер-класс, когда мы показывали этот гель, как бы клиенты думали, что пустая баночка. Вот он действительно вот такой, вот опять же, если вы переворачиваете, здесь не видно, понимаете, вот не видно. Такая пломба, он немножко будет подтекать, но он густой. Я просто боюсь, что он полностью шмякнется, а так это достаточно густой гель, конечно, могу вам, ну вот так вот. Вот видно будет, не видно, я думаю, что вы насмотрите только мою руку, хотя, кто его знает, да, под разными углами световин. Вот, и здесь у меня уже витамин С, ночной гель, нужно ручки попитать, пускай все достанется сегодня моим рукам, пусть они будут счастливы. Девочки, ночной гель, он с витамином В3, ну это ПП, да, витаминчик. Как-то тут мне одна девушка написала, что витамин В3 нельзя сочетать с витамином С. Ребят, сейчас уже можно. Когда я задала этот вопрос Светлане Ковалевой, она нам ответила. Эти, ну как сказать-то, не эксперименты, а исследования, когда витамины из С были несовместимы, проводились в 60-х годах. Это уже вообще настолько неактуально. Сейчас совершенно другие формы этих витамин, и поэтому они не только, ну как бы, они наоборот дружат друг с другом и усиливают действия друг друга. Поэтому абсолютно не бойтесь, можете и в дневной, можете и в ночной крем добавлять витамин С, как вам угодно там, как вам удобно, да. Обычно у кого-то утром больше времени на себя, у кого-то вечером. Так, про уходовую косметику я вам рассказала. Да. Мне она в целом понравилась, и я сейчас начинаю полностью использовать эту линейку, о чем обязательно уже расскажу полностью в свой отзыв. Как и что, через недельку, через две сниму. Так, девочки, теперь, также у нас есть декоративная продукция в линейке дистиллерий. А именно, это тушь, это помада или блеск. Давайте уточним. Сегодня, наверное, видео будет длинное, но я думаю, что интересно, потому что меня достаточно часто в инстаграме здесь спрашивают об этой продукции. Жидкая помада для губ. Здесь очень много оттенков. У меня оттеночек 520. 520, здесь нет никакого названия. Вот, у кого есть такая брошюрка, посмотрите. Так, большой объем, все красиво. Он нежный, его использовала я уже вчера весь день. Посмотрите, какой он красивый. Он, конечно, классный. Мне очень понравилась вот эта помада. Она крутая. Я вам много могу что-то посоветовать из декоративной линейки дистиллери. Я не ожидала. Я не ожидала, что такая продукция может настолько круто ложиться. Иметь такую цветовую гамму. Замечательно держится на губах. Девочки, я накрасила вчера губы, да. Они сразу-таки увлажненные. Даже объем придают и за счет своего блеска. Это раз. Наносится, ну, вообще шикарно. Про какие-то там проплешины или неровности. Вот с этой помадой это не сравнится, я вам честно скажу. Ну, и цена, да, совершенно другая. Вот. Дальше. Я попила кофе два раза. Правда, ничего не ела, попила кофе. А помада осталась. Легкий такой намек на розовинку. То, что осталось. Ну, в общем, приехала менеджер и говорит, так у тебя же есть помада. Я говорю, нет, она была намного ярче. Но вот остатки. То есть, вы понимаете, она еще и такая вот. Более-менее стойкая. Очень классная помада. А посмотрите, как легла, да. Шелковистая такая, прям супер. Вот про тушь. Про тушь. В принципе, она неплохая. Я сейчас накрашена этой тушью. Неплохая тушь. Но тренд на натуральность. Это косметика тренд на натуральность. И вот реально, если вы любите прям ресницы обалденские, суперенские, длинные. Такого эффекта она не даст. Натуральные, красивые, хорошие реснички. Видно, что накрашены. Не то, что прям совсем чуть-чуть, как будто, знаете, краской повозюкало. Вот. Так, давайте покажу кисточку. Вот так вот она выглядит, кисть. Я бы, знаете, кому порекомендовала эту тушь? У того, у кого аллергия на простые туши. Потому что это гипоаллергенные. Ну, в общем, да. А давайте, давайте посмотрим, что я буду от себя тем-то вам городить. Так, вот. Тушь представлена 650 рублей, 10 миллилитров. Внутри веган воск подсолнуха. Воск из рисовых отрубей и минеральные пигменты. Все. То есть, для аллергиков это, конечно, будет находка. Вот. Ну, я себе, наверное, больше не закажу такую тушь. Хотя, кто его знает. На самом деле, ее надо раскрасить. Я вот два раза попробовала, вчера и сегодня. Она не осыпается. На резничках лежит хорошо. В общем, не скатывается. Все чудесно смывается вот этой же смывашечкой. Поэтому смотрите сами. Дальше. Что мне очень-очень понравилось, вот прям как помада, это тени. Тени у меня вот в таком вот оттенке, в бежевом. На глазах у меня тени нанесены. Но, думаю, что будет вам не очень хорошо видно. А сейчас посмотрим, как он тут называется. Здесь тоже все по циферкам. Так. 0, 27, 31. Тоже цветовая гамма хорошая. Я думаю, что все тени будут не слишком яркие. Несмотря на то, что здесь вот есть такие как бы более зеленые оттенки, как у девушки. Я думаю, что это так ярко не будет. Эти тени мне безумно понравились. Ложатся мгновенно. Одним взмахом кисточки. Они шелковистые. На веки невесомые. Они не осыпаются. Я с ними ходила вчера весь день. И мне, конечно, очень нравится оттенок. Он слегка шиммерный, но чуть-чуть. Вот знаете, так благородненько, прям так классно. Не вычурно. Вот реально тренд на натуральность. Тени хвалю. Кстати, вся упаковка биоразлагаемая. Пудра. Пудр я вообще не любитель пудр. Поэтому по поводу пудр я даже... Даже иного комментов у меня никаких не будет. Просто вам покажу свотч. Так, давайте мы вообще посмотрим, что у меня за оттенок. У меня оттенок сотый, самый бледный. Так, сейчас. В общем, девчат, когда мы его тестировали, вчера мы его тестировали, это подойдет светлокожим. Этот оттенок подойдет светлокожим, блондинкам. Ну, вот, если вы обычно берете бледные-бледные, самые светлые тональники, самые светлые пудры, как раз-таки этот оттенок для вас. Сотый. Вот. Вчера пудра тоже всем понравилась, но она на руку ложится реально так. Так, мягко, опять же, шелковисто. Я повторяюсь, но считаю, что декоративная косметика тоже очень достойная, несмотря на эти цены, да. А что цены-цены? Цены такой продукции в дорогих люксовых брендах стоят намного дороже, потому что там... Там все не со склада, там все в магазинах, туда-сюда заплати продавцу, заплати за аренду, и заплати. Сами понимаете, если бы наша продукция продавалась через розничную сеть, она бы стоила в разы дороже. У нас есть возможность покупать именно за такие деньги. Плюс, я вам сейчас скажу, конечно, может, эту же информацию вы все знаете. Значит, здесь есть полностью набор из пяти средств уходовых стоит 4,650 рублей. Вот. 50% скидки вы можете, ребята, получить, если у вас есть Центр Эйвен, вы туда идете, в 16-м каталоге проходите либо мастер-класс, либо просто на тест-драйв, и вам руководитель Центра может дать такую скидку. Ну, это специально есть приложение, компания сделала. Все официально, поэтому, пожалуйста, но только в 16-м каталоге. Пока. Возможно, продлят на 17-й, я не знаю. Вот. И также вы можете приобрести до Нового года пройдите в скиллкап обучение. Это я уже точно говорила. Вы получаете 35% скидки на всю продукцию и плюс один продукт за 300 рублей. Это вообще сказка. Все, мои дорогие, по линейке дистиллери я закончила. Если у вас есть вопросы, то обязательно пишите, поговорим, порассуждаем. Так, ну, а теперь? А теперь, конечно же, новинка 17-го каталога. Вот такой вот новый, просто бомба, парфюм, гель. Покажу поближе, да? Надеюсь, фокус есть. Вот такая чаша, тяжелая. В ней совершенно легкий парфюм. В нем 15 миллилитров. Всего лишь, да. В нем 15 миллилитров. Здесь дозатор. Здесь кнопочка, на которую мы нажимаем. И поступает, от силы нажатия поступает гель. Вот, видно? Мы наносим его пульсирующими, вот такими движениями. Ну, уже все не нажимаем, просто вот так вот растираем. Пульсирующим, на пульсирующей точке наши, чтобы аромат благоухал. Либо сюда, либо на запястье. Я люблю наносить на шею. Вот такая вот красота. В подарок и для себя любимый. Под Новый год. Очень рекомендую. Что по поводу ароматов. У нас в компании два новых аромата. Один – Этрекшн. Это у меня с новым названием. Сейчас скажу как – Этернал. Все время забываю. Хочется сказать «Интернал». Но нет, Этернал. У меня вот именно вот этот вот Этернал из серии ТТА. Знаете, что он мне напоминает? Мне он напоминает типа Эмблом. Вот что-то из этого. Так, а что у нас вообще? Японская Айва, розовый пион и мускус. Ну, классный, свежий, цветочный аромат. Будет аромат в каталоге полторы тысячи стоит. И будет на него скидка 40-50% в 17-м каталоге. Наверное, всю, да? Ну, да? А, нет, у меня же еще один крем. Так что вот, радуйте себя и близких, мои дорогие. По стойкости я еще не могу сказать, потому что открыла его только сегодня. Тестируем тоже только сегодня. Но он легкий аромат. Этрекшн, он будет, наверное, немножко, ну как, постойче. А этот аромат, он, знаете, такой, он тонкий очень аромат. Прям такой вот слегка шлейфовый, слегка уловимый. Но очень приятный, мне нравится. Так, и в 17-м каталоге у нас запускается новая линейка из серии Планеты СПА. У меня только кремик, всего лишь для рук, арома СПА, энергия с эфирными маслами итальянских, бергамота и лимона. Вот такое длинное название. Ну, это, это крем, знаете, термоядерный по аромату. В принципе, если вы нанесли этот крем на руку, то можно и не тушиться какими-то духами. Но опять же, это, это я шучу, он густой. Этот крем, аромат сильный, но он быстро исчезает. Ооо, это вообще, это что-то. Я когда первый раз попробовала, ё-моё, думаю, нифига себе, с таким кремом намажешься. И я люблю крема для рук, чтобы не пахли сильно. Вот. Но потом что-то закрутилось, забегалось, и аромат очень быстро исчез. Точно не могу сказать, но, наверное, в течение получаса, что ли, его уже не будет на ваших руках. И это, конечно, хорошо. Всё, мои друзья. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно пишите, ставьте лайки. Всем огромное спасибо и до новых встреч на моём канале.